Субтитры делал DimaTorzok 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 Пукан 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 Убили Хагу. Ну хотя бы, Джонас просто, он же своих тоже где не бросает, шведов-то. Ребят, проигрывайте, да, заберите меня. Ну хотя бы так. Кстати, там уже скоро достаточно будет на Хаге и Кона, а Зевс походу на... Блин, я даже предполагаю, что это может быть тот самый забытый айтем, который из морковки и базилки собирается. Ном Звиздом называется. А, не-не-не-не, это будет Спелсандер. Это будет Спелсандер. Лошади, лошади. Интересно, но Зевс остановились. Но Зевс, кстати, снова на регене и это может опять стоить много жизней. Магмус походу, да, по инвизууму. Ну его посвятил Зевс же. Бладбас будет иммортал, наверное, даже у Пуканга. Да опять регеном они сбивают. Так, привет. Пуканг сейчас прикольно. Ударил своим вторым скилом по матмену. По себе и посвятил. Да, ну по своему и посвятил. Не, ну с таким отрывом, конечно, по килламу Легион уже не круто выглядит. Как все хорошо начиналось. Зевс таки столкалкой. Вот такой, дефенсив Пукан. Будет накаточка, хорошая ульта. Продолжение с ребятами отличный станет Магмуса. К сожалению, ульту свою он не накатает. Выхила не хватило. Обратим, Хагу все-таки забрали. Мэдмен пытается продолжить, но не продолжает. Его вернут. Но кому нужен этот Мэдмен? Магмус отличная реакция от Бори. Но, к сожалению, себя он отдал все-таки за килл. Пуканг один килл или два до Иммортала. Пуканг. А следующий вариант это Пуканг Кинг, я думаю. Панг, панг, блин. Панг, пункт, панг. Да, пункт. Панг, о мое. Здесь там Майнат своим вторым скиллом столько уже дамаги просто отбил. Я так смотрю, почти все иконы собираются. Да, да, да. Ну две уже точно. Сейчас еще кто-нибудь приобретет. Зус. Ему вообще логичнее всех было первому попадать. Но я бы уже давно. Полетел, полетел. Мэдмен инициатор получается такой. Его хиляют, а он инициирует за это. Минус Глади по-любому. Красиво умирает эта аватаха, кстати. Хага с ДД пробует забрать Магмуса, но без Зевса дэм уже не выстачит. Не, хорошо так, в принципе, стягивает. Стратегия достаточно классная, но слишком крутые хилеры. Да, очень мощно выхиливает, действительно. Хага просит, пробует забрать Гладиатора, но Гладиатор не хочет отливаться за Хаву. И Хаву по этому поводу забирают. И Мортал Пункт Канг взял. Сейчас еще и Гладиатор отъедет. Ну, правда, походу, Акурсит, наверное, тоже умрет. Мэдмен умирает и Акурсит тоже будет пытаться задинаться. Нет, он сначала убьет, да, а потом умрет. Блин, ну, прямо слишком вкусный сейчас Пункт Канг. Его очень надо пытаться забрать. У него, кстати, 4 тысячи денег. Это райт-клик иконы, я думаю. А, нет, разобрать Астрала. Хотя, нет, Шарды. Спил Шарды. Ну, домажный, разбирать Лингов Сорс, или когда он единственный в команде. Они не единственные, кстати. Даже их два. Да, Локерсит тоже есть. Тогда, в принципе, можно было бы Хагу пытаться забрать. Чин контролить может оказаться недостаточно. Где же ульта? Ох, как сейчас бы смотрелось неплохо ульта от Рифтвокер, но она, к сожалению, в кулдауне не получается. Очередной иммортал. Уже Йонас сильно начинает бабахать. 9 стаков на иконе. Ну, а Зевс просто разогнался за счет даже тех шардов хорошего левела. До, ну, невиданных высот. Очень много демажа носит именно вот. Мэдлен снова неплохо инициирует. Блин, вот неплохо все делает команда Легиона, но тупо демажа уже сильно мало. Вот именно сильно мало. Хагу приходится всего много дать. Да, будь, хорошее. Там Зевс, конечно, дамажит вообще просто. Да его никто забрать... Да его забрать никто не может. Он стоит все время на достаточно большой рНЖ. А непробиваемые СР и Акурсет стоят впереди. А вот она и толкалочка выручила. Какая-то война против Лефолкера. Небольшой дайв, да. Небольшой дайв, но тут ребята отмахались. 19.39 слава счет. Зевс все так же 1100 кпм держит. Но нельзя сказать, что лейтгейм прям сильно за Легионом. То сейчас Мэдмен с башером первым айтомом, ну вторым после иконы, тоже будет неслабо керить. Хотя при удачном тимфайте и инвизи с рапирой на гладике, да, знаем всякие мы штуки. Мэдмен, инициатор по четверым. Зевс подпрыгнул, и вот тут же пробовал застанет Магмус, но нечем продолжить. Вот тупо нечем этого Сандербрингера убивать. А ему убивать есть чем. Тут в принципе можно трон уже допилять. Да, 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 да. Очень быстренький такой хороший показательный Мидварсик от профессионного. Ну вот это было круто. Ну да, это было активно и красиво, и интересно. Даже успели подхилить Акерста. Зевса, кстати, наваляли. А он взял, ожил, и на всякий случай две ульты выдал сразу. Но тут все равно отбились, даже после двух ультов. Отбились все равно. Нечестные команды сделали все равно. Все-таки КГЕ, Майнац, Джонасом против Чези, Бори и Зифрика. Ну да, типа три керри, можно сказать, против там, Саппорта и Лисника. Угу. Боже, по Хаге дали все, и она просто выживает. Классная ульта от Магмуса, но... все так же не могут зафокусить этого Зевса. Сейчас Зевс еще кого-нибудь убьет. Йонас убил, но тут же умер. Зевса нахиливают прямо вау. Окурсят. Инстантный хулл хп. Почти. Ну надо же убить этого Зевса-то! Есть! Хороший. С него, правда, еще, кстати, платят по 800, по 700. Попытка за динайдс от Супер КГ не была успешной. Все сразу криты. Гладиатор приобрел. Систюжи сразу убили. О-мо-о! Как вовремя бафнул в себе-то ульту. Блин, ну ребята, конечно, ауэшками выдают демеджа много та команда Легиона. Реально много. Да, из Зевс уже. Сейчас доиграется, еще и будет кампэн. Собственно, и Синес тоже уже с 10-ым блокстоуном. Как он хорошо, что здесь затолкнули его. Супер ХГ, правда, такой рейд-босс. Туман пятером пилят его минут по три. Пошли боссов валить. Ох, я что-то тут АФКшнул начал. Кто кого, кто кого, кто кого. Эх, Хеллборн забрал ценнейших пауэруны, где сразу три хаги, все с ДД, с хостой, с инвизом. И щитком от окурса на всякий случай тоже. Инициатор Мэтмен. Все отступают, все просто отступают. Ультура скатывает рейд-бокер. Болезнен ультура скатывает рейд-бокер. К сожалению, у него не получится гладику нормально критануть, но деможей все равно очень много. Успевает Soul Reaper перед смертью ультануть по гладику, а дальше башер, 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 башер. И Мэтмен его все-таки забивает, Мэтмен сейвит, акурсит, но получится ли как-то его загнать или все-таки опять битва за рейд-босса. Кстати, рейд-босс без ульты уже не такой он и Бэтмен, когда ульты у акурса нет. Ребята по чуть-чуть может доиграются. Вариан, отличный блинг по Мэтмену, и Мэтмена пытается зацепить, но, к сожалению, забрать деможей самого не хватает. По XP, кстати, выровнялись. Вот я сейчас не знаю, что надо делать для Хеллборна, чтобы пропушить. Просто очень отличная реализация ультов. Ну, тут как раз, да, валивают все, и крипы умирают, и пацаны умирают, в принципе. Ну, кстати, Гладик, обрати внимание, он ходил уже с Квотерстаффом за 800 коп. По итогу его у него даже нет, тупо его продал. Ну, сначала хотел инвиз, потом понял. Да какой инвиз такой, да что-то спасет. Какой инвиз? Тут надо раздамажиться, умереть. Так, опять танк идет. Ну, барьерчик. Просто трон. Вот настолько сильно ребята хотят победить. Настолько сильно. Просто трон. Торт. Достаточно мощный Торт. Ритвогер приделает, Девс. Первая ульта, сейчас будет, по идее, вторая. И ждем, вот она и вторая ульта. Деможи огромное количество, но, в принципе, не то чтобы прямо нереально. Гладиата нет. К сожалению, Гладик не выжил. И уже таймаута по 10 секунд может быть и хватит, чтобы трон пронести. ТПшка. Торт, торт, опрометчивое решение. С пустой иконой практически. Хотя нет, кого-то успел вмазать сзади. И Мэдмана даже успевает. Хорошо, хорошо, ладно. И Хагу ребята. ПГЕ, давайте, давайте, ребята. Зевса загнали. Последние герейшны забрали. Сол риперу тоже, конечно же, от всей этой бригады не уйти. И на удивление. Отставание 9000 голды. Это тут за три раза Зевса убьешь, оно отобьется. А Экспа уже за Легионом. Счет 45-57. И матч Олл Старс по Мидварсу. Вообще прям смешно звучит. Продолжается. Джонасом немножко все-таки играет за Легион. Это шарды и рефрешер на Хаге. Хочет убивать. Не хочет керри. Просто не хочет керри. Тут Зевс уже себе Гримор приобрел. Думает он дойдет до пацанов. Ну, обстановка только лишь накаливается. Есть что посмотреть. Самый интересный Мидварс в моей жизни, по-моему. Нормально так. Сол рипер отгреб сейчас. 40% хп. От плетки гладиатора улетело. Очередные боссы. Но тут эти иллюзии так сильно не решают вообще. Они умирают как и все остальное моментально. На этот раз Мэдмену. По-моему, он не очень удачен. Рейнжовым лучше всегда отдавать. Эти все руны. Хотя Мэдмен, конечно, на пуш типа может. Оп. Инвиз от гладиатора. Зифрик. Пару контрвардов. Совершенно логично. Райт кликнул, да, просто все-таки? Ну, четвертые криты тут инвиз уже хорошо. Тут уже даже инвиз не для инвиза. Магнус. Раскатывает ульту. Но не докатывает до конца. Вот это выдал профессионал из СНГ. Вот так вот. Не получилось. Кага отдал две ульты, но слишком много маны это стоит. Тут надо забирать Мэдмен. Точно надо забирать Мэдмен, но катает ульту Рифтвокер. Не катает ульту Рифтвокер. Все. Тупо. И это как я. Тупо как Мэдменом. Это суицид от Баряна. Ну, это я достойно скажу, что это веселая была, по крайней мере, реальная очень спилка. И, конечно же, взрыв эмоций от тайских комментаторов. Там сзади у меня. Вот там. Вот там сзади. На сцене. Вот там. Там есть наши ребята. Сейчас мы на них. Я думаю, и... Где-то у меня браузер Кепчер. А у меня уже не открыта трансляция. Блин, сейчас открою. Сейчас открою. И мы взглянем на сцене. Я думаю, может быть, еще пару слов скажут о наших супер крутых профессионалах. Наши тайские товарищи. Но зачитаем же, что кто получил. Гладиатор. Дестроер. Экстерминатор. Ничего себе. Крутые лозунги. Магмус у нас как все русские. Конгар Ловер и Бест Лукин. А, тут еще заканчивается. Тут еще пока заканчивается стремец. Виллер Ол Стар Грин называется почему-то. Команда. А вот и какой-то тайский брат ФВФа справа. Непонятный братишка слева. Опять получат сервер от большой радости. Ну, короче говоря, сегодняшний первый тренировочный день не считается официальным. Как бы, в общем, это была больше, я бы сказал, развлекушка, чем действительно какое-то серьезное дело. Но, тем не менее, поразвлекались мы вроде бы неплохо. Правда, не спали, не отдыхали, ничего такого. Но зато мы, по крайней мере, проверили связь мою и Гриша, а не Лага. Это значит, что он может заходить в игры, у него все в порядке, его инвайтит. Это тоже очень круто. Значит, завтра с какой-то вероятностью Лаг постримит вторую часть игр, которые в группе я постримить не смогу. И мы уже точно знаем, что он это может сделать. Ну, там посмотрим, может я все-таки ворвусь в группу BMJS и Sinki. Ну, это сразу по Б, она очень крутая должна быть. Да, 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 вот. Ну, по живым увидим, до завтра надо еще дожить. 6 утра по московскому и 4 утра по украинскому времени. Да, 4 утра по Украине. Это просто лол. Но дело в том, что один плюс очень большой этого GSL и стримов, даже в любое время, хоть в 6 утра, хоть в 3, какая уж разница, что это лучшие игры вон на планете, пожалуй. Вот просто лучше не придумаешь. Любая встреча с любой командой, это в любом случае будет очень и очень круто. Особенно, конечно же, все ждут матчи Sink против BNG и так далее. Ну, и Коты против MRR. Достаточно серьезный реванш, который в прошлом году, примерно ровно год назад, Котов наших выкинул с потенциальных чемпионских позиций. Да, я думаю, Коты их шлепнут. Будем надеяться. Будем надеяться, что... Генка дает огромный буст для своей команды. Ну, видишь, да, Байрена опустили на сцену без Генки, все. Ульту не докатал. Это да. Как-то так. Спасибо, большой лаг. Всем спасибо, дорогие зрители. На сегодня стрим я заканчиваю. И увидимся с вами... Не со всеми, наверное, но завтра в 6 утра по Москве. В 6 утра. 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 Многие спрашивают. В 6 утра по Москве. Пока. Пока, лаг. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.